Девушки отдыхают Света, не пугай Роскомнадзор Не пугай, не пугай Людей 211-101, наш номер телефона Первая тема разворота Это установка памятника Николаю II и его семье В городе Кирве На набережной Вятки он появится Если депутаты городской думы На следующей неделе это решение одобрят Ну вот здесь буквально Буквально вот-вот-вот накануне Собирались комиссии городской думы И на комиссии депутаты сказали да Поэтому Вятская епархия По чьей инициативе монумент Может появиться в нашем городе В общем ну так Позитивно настроены и предполагают Что скорее всего Установка памятника состоится Я не буду все карты раскрывать У нас есть записанный комментарий Секретаря Вятской епархии Отца Виталия Лапшина Владимир Сметанин наш коллега вчера с ним беседовал Сегодня к сожалению отец Виталий не может подключиться к нам В прямом эфире и наверное мы звукорежиссера Нашего Дениса Князева попросим прямо сейчас его поставить Да а слушатели к вам обращаемся Затем чтобы вы скомментировали Установку памятника семье Николая Второго И звонили по телефону 211-101 Выражая собственное мнение Нравится вам такая идея Поддержите вы ее или нет Вы против нее Ну и конечно голосуйте на сайте Хакирова.ру и нашей группе ВКонтакте Мы тоже вас там спрашиваем Поддерживайте вы, не поддерживайте Или вам все равно Но на данный момент на сайте 50% ответивших сказали Да, поддерживаем В 2018 году исполняется 100 лет Со дня того трагического события Когда была убита царская семья И конечно же обращаются в епархию Верующие с просьбой увековечить память царской семьи на Вятской земле Один из вариантов, который епархия рассматривала И нашлись под этот вариант люди Которые готовы оплатить Изготовление, установку Памятник царской семье будет выполнен из бронзы Такое массивное сооружение Будет на постаменте из гранитных плит Епархия предложила установить этот памятник Недалеко от Федоровского храма Который связан непосредственно с царской семьей Связан образ Федоровской иконы Божьей Матери Который находится в Ипатийском монастыре Костромской епархии Города Костромы Откуда были первые романовые призваны на царство Но также мы знаем, что жены российских императоров Которых брали из европейских стран Им давали еще и отчество Федоровна Мария Федоровна, Александра Федоровна Мы хотим установить памятник не именно царю Николая Мы хотим установить памятник именно царской семье Как нравственному такому примеру Примеру святости К примеру крепкой супружеской жизни К примеру ответственности за свою семью За свое государство Отец Виталий сообщается, что за основу взята скульптура Установленная в прошлом году Да, в Нижегородской области На территории Дивеевского монастыря Скульптор Ирина Макарова Как с ней выходили на связь? Ну вот группа таких вот инициаторов Людей, благодетелей, которые Решила оплатить Они уже связывались с этим скульптором С этим архитектором Они заказывали эти работы Они оплачивали, ну и получали разрешение И паше нам прислали бумагу разрешения На использование этого образа Если не секрет, в какую сумму обошлось изготовление? Сумму я точно не знаю Потому что изначально договор был заключен С этими гражданами Да, нашими гражданами, нашего города, жителями Да, благотворители Они хотели бы не раскрывать свои имена Но суммы в районе нескольких миллионов До 10 миллионов На какое внимание со стороны верующих Рассчитываете к этому монументу? Возложение цветов, какие-то иные мероприятия? Как будет осуществляться его содержание? Будет ли видеонаблюдение? Мы сразу же говорим о том, что памятник Не является каким-то культовым местом Местом для поклонения То есть для поклонения этим святым Поклонения Богу Существуют храмы Есть иконы, перед которыми молятся Памятник, он является просто зримым образом Напоминанием о судьбе этих людей О тех деяниях, которые эти люди совершили Поэтому, конечно, и верующие люди И все люди, в принципе, могут приходить Любоваться, прежде всего, красивым архитектурным сооружением Кто-то из уважения в память об этой семье Может возложить цветы, конечно же Многие фотографироваться будут Замечательный пример есть Это памятник князьям Петру и Февронии Установленный В Александровском саду Да, установленный Мы прекрасно знаем, что это одно из самых любимых мест Жители нашего города Многие приходят, многие фотографируются Свадьбы приходят Точно так же мы планируем при установке Этого памятника совершить благоустройство территории Сделать, обложить все плиткой, брусчаткой Установить каменьки Установить несколько фонари для соцветки Но по поводу видеонаблюдения пока, наверное, говорить рано Надеемся, что общее какое-то видеонаблюдение на набережной имеется Если городская дума утвердит решение по установке этого памятника Мы готовы начать работы по монтажу основания памятника уже с 13 июня Сам памятник, он уже, в принципе, готов на подмосковном заводе в Жуковском То есть он будет привезен, установлен до 17 июля Предварительные переговоры с депутатами Гордумы были? Можно говорить уверенно о том, что они одобрят эту установку? Сегодня на комиссии Городской думы также было голосование Большинство поддержало этот проект Проголосовавших против не было, были воздержавшиеся Мы готовимся к выступлению на заседании Городской думы Поэтому готовы ответить на вопросы Услышать разные мнения Каких-то предварительных согласований, предварительных обсуждений Именно с депутатским корпусом мы не вели Но информация достаточно открыта Мы готовы ответить на все вопросы Ну вот Да, все понятно Я правильно понимаю, Аня, вот из этой записи Что памятник будет стоять на набережной Грина Сразу по выходу из моста С моста в сторону, собственно говоря, маленькой церкви Федоровская церковь Да-да-да, только вот все-таки где конкретно там он будет стоять? Я по конкретному месту тоже не поняла Потому что вчера было на самом деле несколько версий Но, собственно, мы же понимаем, да Что после Федоровской церкви там ставить особо некуда Там сначала, извините, пожалуйста, тюрьма А потом мост Да, ну вот дерево вот это вот имеется в виду Семейного благополучия в районе улицы Труда На который вот прикалываются, занавешиваются вот эти замочки Вот оно как ориентир указано, по крайней мере, я вижу это И в наших новостях на сайте хакирова.ру Где-то там То есть он будет вписан в этот склон, видимо, этот памятник Место красивое, оно такое, да, обзорное очень Вот нам сейчас интересно, слушатели, одобряете вы такую инициативу или нет Тут уже, конечно, наше с вами одобрение или неодобрение Не имеет никакого значения, поскольку депутаты, да, Приняли решение, что памятник будет в этом месте Ну, они еще окончательно не приняли решение Они одобрили на комиссии Это все-таки такой предварительный этап Что-то мне подсказывает Который дает основание надеяться Что-то мне подсказывает, что все-таки это будет решение принято И вот одобряете вы это или нет 211-101, пожалуйста, звоните и свое мнение высказывайте Ну вот мы сейчас как раз у депутата Кировской городской думы Юрия Шлемензона Поинтересуемся его мнением и общим мнением его коллег по городской думе Юрий Львович, здравствуйте Добрый день Добрый день Что вы думаете по этому поводу? Ну, вчера прошло заседание комиссии, на котором был рассмотрен вопрос О возведении памятника И практически единогласно было принято решение поддержать При одном воздержавшемся депутате Я видел сам проект Мне он понравился лично Я был сторонник Вы голосовали за Красивое произведение на берегу реки Вятки Юрий Львович, пожалуйста, сориентируйте нас по месту Вот мы правильно понимаем, да? Это будет на участке от улицы Профсоюзной до Федоровской церкви Вот на этом участке набережной Да, совершенно верно Планируется, по крайней мере, так Хорошо И те макеты, которые я видел, выглядят достаточно красиво Красиво Хорошо, я посмотрела Памятник в Дивеево, 3,5 метра в высоту Наш, говорят, будет копий Он будет в точный размер или чуть-чуть поменьше, или повыше? Ну, я думаю, что там еще будут комиссии это все утверждать дальше Я видел только проект Это еще не решение как-то Ну, то есть Как бы согласовано, что его Есть кто его произведение, сделает А вот уже дальше обслуживать и все это будут городские власти Вячеслав Николаевич Симаков, на его плечи это все ляжет На первомайской теруправлении Я вижу, что сообщается, что памятник будет 2 метра высотой наш Пониже, чем в Дивеево Это все равно точная копия Точная копия этого памятника Ну, выглядит красиво, прощая Да, вот Я не знаю, у тебя есть еще вопрос? У меня один небольшой Давай, давай, задавай У меня такой вопрос, Юрий Львович Я не против вообще никаких памятников Тем более, что Я вот против некоторых памятников Ну, как бы Хороших, ладно, хороших Вот Я Уважаю Историю, связанную с семьей Николая Второго Вообще Но Замечаю следующую тенденцию В нашем городе в последние годы Все, что устанавливается В виде памятников Вот таких масштабных Каких-то Оно связано с церковью Так или иначе Памятник Трифону Вятскому На 12 миллионов Поставлен Памятник семье Николая Второго Он тоже Это не какая-то светская история Она тоже связана с церковью Потому что образы сняты с иконы Да Тоже не против Я просто говорю, что Все, что такое монументальное Оставится Оно вот такое А что у нас Да, прекрасно Я не против этого Что у нас с современной архитектурой происходит Не могу понять Почему у нас не появляются Красивые и интересные Скульптуры Связанные Я думаю, что появятся Потому что Современностью В этом направлении Очень настроено Проводить Изменения Насколько я слышу И ощущаю По тем разговорам Которые ведутся Где? Где ведутся? Ну, где В здании администрации На заседаниях комиссий Бывает обсуждение Поэтому я думаю, что В этом направлении Развитие пойдет У Ани тут тоже Мы до эфира У меня был Да У меня была такая Прям досада и опида Все-таки Вот Мне непонятно Почему мы устанавливаем Памятники людям При всем к ним уважении Которые не имеют Отношения к Кирову И к Виатской губернии Условно говоря Неужели у нас мало Своих Соотечественников Наших земляков Даже последних Десятилетий наших земляков Которым мы можем Поставить памятник И таким образом Как-то вот Ну не знаю Людей заинтересовать Историей родного края Хотя Очень обидно Юрий Львович И деньги при этом И деньги при этом При себе иметь Да Памятник Чарушу Давно напрашивается Памятник Героям Салтыкова Сидрина Которые уже Созданы Все макеты Для этих памятников Напрашиваются Но нет денег Они наверное В этом смысле Ну и все-таки Тут вот мы знаем Что есть же благотворители Да Которые сами решили Деньги собрали И оплатили Это конечно Тоже решающий момент Мы так понимаем Да И последний вопрос Юрий Львович Такие вещи Как установка Достаточно монументальных Памятников Не требуют Общественного обсуждения Слушания общественных Ну есть же Они пройдут Во-первых Ряд комиссий Градостроительных Другие Архитектурных Комиссий Так что я думаю Что вполне Будет все объективно То есть Мы не знаем Нужны эти слушания То есть По закону Но все-таки Видишь Место все-таки Публичное Нет Таких нет Понятно Спасибо Юрий Шлеминзон Депутат Кировской Городской думы У нас полминуты Перерыва Продолжаем разговор Мы сейчас Со всех сторон Хотим осветить Событие Которое мне кажется Уже состоится Состоится Я так понимаю Этим летом Этим летом Будет приурочено К столетию Со дня Расстрела Гибели царской семьи То есть Отец Виталий Лапшин Секретарь Вятской Пархии Которого мы слушали Не так давно Говорил о том Что как раз К 17 июля Если я не ошибаюсь Будет установлен Памятник На набережной Но они здесь В церковном облачении Аня Правильно я понимаю Я не вижу Картинки Сейчас Зайди на наш сайт Пожалуйста Эхокирова.ру Новость на набережной Грина Я бы не сказала Что они в церковном облачении Мне кажется Это какая-то Царская одежда Просто они держат Кресты в руках Хорошо У нас на связи Есть Марина Сергеевна Сазонтова Первый секретарь Кировского горкома КПРФ Экс-вице-спикер ОЗС Марина Сергеевна Добрый день Добрый день Добрый Видели ли вы Сами Макет этого памятника Ну не макет Уже фотографии Издивеева И как вам он нравится Вы знаете Не видела И честно говоря У меня желания смотреть Нет Потому что Считаю Эйвея Из тех Которые там Памятник Ленину На театральной площади Пустить пониже Николай Второй Недаром народам Безу был Нахаловым И если у нас Сегодня не ставятся Памятники Тем кто был Невинно убиенным Вот во время Вхождения в царство Помните На поле огромном На тысячи людей Там Ходункову Сейчас про это Выдергивать Факт Такой И сюда К нам в Киров Это затягивать Извините Я просто походу Иду по улице Поэтому немножко Дыхание сбивается Я считаю Что это Очередные Ну попытки Что-то замутить Вот знаете Нет ничего хорошего Что можно предложить Давайте что-то Запустим Вот такое Побудоражить Попиариться И не более Смотрите Какая история Кировские коммунисты Не раз выходили Имеется ввиду Именно отделение КПРФ Не раз выходили С намерением Городским чиновникам С просьбой Предоставить Земельный участок Для установки Памятника Иосифу Сталину Это так Но это не Иосифу Сталину А восстановить Памятник Иосифу Сталину Нет Восстановить Памятник Это да Напротив кинотеатра Октябрь Поставить Или восстановить В данном случае Не имеет значения Потому что Мой вопрос Отталкивается От вашего Комментария По поводу Николая Что касается Невинно убиенных Людей Во время Направления Иосифа Виссарионовича Это не смущает Коммунистов И вы все равно Наставите на том Что памятник Должен быть восстановлен Вы знаете Вот когда Буквально на днях Я посмотрела Материал Ярва Антисоветчика Как он себя называл Но который выступил С теми Измышлениями По поводу Количества Людей Которые были Якобы Репрессированы И так сказать Ложь которая От Солженицына И всех прочих Льется Нужно поднимать документы И идти от документов Не фальсификации Что это реально То есть вы считаете Что не было И Марина Сергеевна Не было противников Советской власти И не было Так сказать Жесткого противостояния И террора Это тоже неправильно Были ошибки Да Но за них должны Конкретные люди отвечать Приписывать только Сталину Это сегодня Кому-то укрыться За тем Что они Очень пытались Так сказать Лоб разбить В угоду кому-то Да Но вы же помните Что он лично Подписывала Сегодня Марина Сергеевна Простите Что я вас И волнует Вот мое мнение То есть Марина Сергеевна Я правильно понимаю Что если бы вы Были сейчас депутатом Кировской городской думы Вы голосовали бы Против установки памятника Николаю второму в Кирове Безусловно Я думаю Меня поддержали бы Очень многие Мои избиратели Еще один вопрос Как вы считаете При установке памятников Вот историческим фигурам В отношении которых Неоднозначное мнение В обществе Да существует Нужны общественные обсуждения Или не нужны По вашему мнению Безусловно И вот когда у нас Сегодня шумят о том Что каким образом Мы с этим С Николаем Кировалым Наш город То связан область Никоим образом У нас по крайней мере Сталин Находился Когда вот фронт Проходил А не с Дзержинским То есть он Хотя бы здесь бывал Царскую семью Мимо нас провозили Даже говорят Останавливались Хорошо Марина Сергеевна Спасибо Мы отключаем Воздание Так много времени Благодарим Марину Сазонтову Первого секретаря Кировского горкома КПРФ Экс-вице-спикера Законодательного собрания Светлана Ну да Вот видишь Есть мнение Что памятник Кровавому Николаю Устанавливать нельзя Зато можно Устанавливать памятник Менеджеру Великому Господину Сталину Ну Он бы обиделся Если бы ты так Его назвала Между прочим Простите меня Все кто Товарищу Не моему Сталину Продолжаем разговор 211-101 Телефон Прямого эфира Я очень надеюсь Что слушатели Успеют пробиться Ваше мнение Кстати да Ваше мнение Пожалуйста Надо не надо Нравится не нравится И теперь уже Даже возникает вопрос Кому из Двух О Людей Которые управляли Россией Лучше поставить памятник С вашей точки зрения Слушаем вас Алло Здравствуйте Представьтесь Вы извините Это Александр Да Александр Вот такое мнение Послушайте Два слова Значит Я думаю Что конечно Николаю второму Непонятно Вообще Что почему В Кирове И на самом деле Вообще-то он Россию Ну как бы сказать Ну что ли Профукал Эту страну Я думаю Что у нас Ведь есть Великие врачи Которые Например Родились Вятской губернии У нас есть Чайковский Который родился Вятской губернии У нас есть Люди Которые Во время войны Очень много Приводнесли Для Вятской земли Потом Я не знаю Вы знаете Это поискать Очень много людей Которых На самом деле Можно подставить В памятник Да Потом ведь Если говорить О царях У нас какой-то царь Был В Вятской губернии Приезжал Вятку Николай Второй Никогда не был Вятки А какой-то царь Я сейчас не назову его Александр Но он был Вятки Александр Первый Ему поставить Который Мы запутались В Александре Очень плохо Не знать историю Александр Первый Володя Светанин Я знаю Наш коллега Владимир Историк нам подсказывает Да Спасибо Да спасибо Да вот поддерживаю Спасибо Александру За то что он Придерживается того же мнения Что и я Я тебе говорила Мне совершенно непонятно Вот это антилокальная история Хотя я прекрасно понимаю Что на памятник Николаю Второму Собрать деньги Значительно проще Чем на памятник Какому-то В данном случае Даже их не собирали Их видимо предложили Сразу предложили Люди Не называющие себя Сами оплатили И тут уж И тут уж Вот Да пожалуйста Если найдутся люди Которые Чарушину поставят Памятник Или там Витбергу Витбергу Или еще кому-то То Витберг пока что Вот такой вот Еще один слушатель У нас Добрый день Добрый день Надежда Надежда Я думаю Что этот памятник Будет служить Напоминанием Правителям народа О том Что за их действия Могут поплатиться Их родственники Чтоб они всегда Об этом помнили И осмотрительней Правили народом Ой Надежда Не дай бог Чтоб за чьи-то действия Оплатили их родственники Вот честно Очень конечно Хочется Чтоб наши правители Помнили о своей ответственности Да Но о том Чтоб за это Оплатили их родственники Вот этого не хочется совсем Мнение понятно 211-101 Номер телефона Прямого эфира И продолжается голосование На сайте Ихакирова.ру И в нашей группе ВКонтакте Установку памятника Николаю Второму И его семье в Кирове Вы поддерживаете Не поддерживаете Или вам все равно Ну и вот высказывайтесь Пожалуйста А можно я вот озвучу Мы с тобой Контакты еще не подводили Да, давай озвучу Значит ВКонтакте Не поддерживают Более 50% 51,5% Поддерживает Около 30% А все равно Почти 20% Вот такой вот Расклад голосов По 44% Сейчас на сайте Поддерживают И не поддерживают И все равно 11% Отвечающих У нас есть телефонный звонок Алло Добрый день Добрый день Здравствуйте Представьтесь пожалуйста И высказывайтесь Меня зовут Я хочу небольшую поправку Вот для вас Для меня только что Звонил там мой человек Который говорил Что якобы Николай II Не был в Вятке А когда он ехал в ссылку Он как раз проезжал Через Вятку И вот где у нас Перелез через Новая Вятка Он здесь даже выходил Это даже в дневниках Выходил и любовался Вяткой говорят Да, да, да То есть это и в дневниках Мы озвучивали Мы озвучивали То, что он проезжал мимо Провозили их мимо Вы за то Что памятник стоял На набережной Грина Или против Нет, я считаю Вообще против Потому что как бы По факту Революция И все что свершилось Это благодаря Как бы Николаю Ну то что вот сейчас Начинают какие-то Памятники ставить То есть можно завтра Последавтра Еще какие-то памятники Ставить Ну вот смотрите Какая история Ведь отец Виталий Лапшин Секретарь Вятской епархии С самого начала эфира Мы включали запись Которую сделали с ним Пояснял Что они не ставят Памятник Николаю II Они ставят памятник С семье С семейным ценностям А уж что касается Тем замечательным отношениям Которые царили Внутри семьи Любые исторические документы Ну большинство Исторических документов Подтверждают Что действительно Семья была крепкой И любила друг друга Ну у нас же есть Хороший памятник Петру и Февронии С семейным ценностям Поэтому как бы Тут распыляться Я считаю Что даже С чисто С православной точки зрения Ну и третий И третий Здесь аргумент Все-таки Памятник полностью Оплачен И будет сделан И поставлен На средства благотворителей То есть это не Какой-то общественный сбор Даже общественных обсуждений Вот мы сейчас Саня задаемся вопрос Вроде бы не было Нет Так я вот считаю О том Что все-таки Общественные обсуждения Должны быть Потому что все-таки Это облик города И все-таки набережная Которую как бы Благоустраиваются То есть завтра Придет другой благотворитель И поставить там Сталина Другой придет там Я не знаю Гитлеру поставить Нет Гитлеру точно не поставят Запрещено Нет Ну я как бы Я утрирую понятно Но каждый заплатит деньги И скажет Я вот хочу здесь Памятник такой-то поставить И что А горожан никто не спрашивает Понятно Спасибо за ваше мнение 211-101 Принимаем звонки Но уже после короткого перерыва Депутаты Кировской городской думы На комиссии Очередной одобрили Установку памятника Семьи Николая Второго На набережной Грина В районе ее пересечения С улицы Труда Там где вот стоит Это дерево Для Брачующихся Дерево семейного благополучия Оно называется Которое увешано С замочками С замочками Я кстати не знаю Дерево-то будет снесено Или это дерево С замочками Будет рядом Вот с таким памятником Стоять Ну пусть стоит Ой Честное слово Да У нас есть На связи Евгений Питунин Историк Краевед Руководитель музея наук ВИАТГУ Евгений Альбертович Добрый день Нет я перепутала Слушайте Я перепутала Это слушатели Здравствуйте Да простите пожалуйста Мы все таки ждем Да 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 Добрый день Как вас зовут Здравствуйте Валентина вас беспокоит Я вот полностью согласна Со Светланой Женько Наш край Значит мы должны Своих знаменитых людей Видеть Знать Все о них Вот даже мне памятник Вот Шаляпину Понимаете Он как-то Не очень На видном месте Вот его как-то Не видно все равно Вот сколько раз Я бываю на площади Он как-то вот Вдалеке А действительно Сколько у нас Своих знаменитых людей А уж Николаю Это первому Найдется Второму Второму Сейчас центральная Россия Может обставить памятники Этим Николаем вторым Надо своих Своих надо Почтить Современников И тех кто жили В 19-м 20-м веке Может быть сейчас Кто-то у нас Очень знаменитый Вот мое мнение Валентина спасибо Валентина наш постоянный Слушатель Но нас с тобой пока путают По голосам К сожалению Да и мне твоя слава Осталась Видишь Да но мы уже вместе работаем Наши голоса начинают Походить друг на друга Светлана Я вот на самом деле Смотри Я рада конечно Что Валентина мою позицию Поддерживает Да И наверное таких людей Не очень мало Кто так же считает Да что мы должны Нашим там именитым землякам Ставить памятники Но я на самом деле Не вижу большой проблем В установке памятника Николаю Второму Потому что я Не считаю Это памятник Николаю Второму Памятником Николаю Второму Это действительно Памятник царской семье И как звонила Надежда Да напоминала нам Это действительно Показатель того Что правители думали Думали об ответственности За свои поступки И о том К чему это может привести Да 211-101 Слушатель на связи Алло Добрый день Добрый день Да представьтесь пожалуйста И высказывайтесь Леденцова Людмила Дмитриевна Так Людмила Дмитриевна Скульптор Да Людмила Дмитриевна Вы знаете Я непосредственно Видела Этот памятник В Жуковском Потому что я только В апреле Приехала Из Жуковского Где отливала Бюст Виштомову И вы знаете Я очень хорошо знаю Творчество этого автора Ирины Макаровой И могу сказать Что Вот та вещь Которая у нас Должна появиться Она не очень Высокого качества Дело в том Что еще Вот Та вещь Которая у нас Появится Она уже Просиражирована То есть Подлинник Уже стоит В Нижнекородской области В Диве Вот А потом еще У нас Еще Значит Вот У парка Алых парусов Должна появиться Тоже ее вещь Фонтанчик И мне непонятно И тоже И тоже Кстати Эта вещь Протиражирована То есть Вот то что В Кирове У нас Появляется Это уже Вторичные варианты Это не является Подлинником И не очень Высокого Художественного Качества Копия Да И тем более Это памятник Это не копия Это тираж Это тираж То есть Это уже Ценность Художественного Произведения Она иная Поняли Спасибо Людмила Дмитриевна Спасибо Спасибо за ваше мнение Да Ну вот Еще и такое мнение У нас есть Да Вот я вижу Нам машут руками Мы не задали Какой-то вопрос Который хотел Наш продюсер Владимир Сметанин Чтобы мы Скульптору задали Так Владимир Давайте мы озвучим Пожалуйста Людмила Скульптор Которая сейчас Людмила Леденцова Звонила Пожалуйста Наберите еще раз Нашу редакцию Мы запишем Ваш телефон Есть еще о чем Поговорить В этом отношении Спасибо 211-101 Номер телефона Прямого эфира Все-таки Я надеюсь Мы подключим Евгения Питунина Которого я уже озвучила Мы в ожидании Историка и краеведа Посмотри какая история Правда же Как-то мы об этом Не задумывались Что появляются Тиражные копии Того что уже было сделано И где-то поставлено Хорошо это или плохо Это вопрос Тоже обсуждения Но мы обсуждаем Пока только в студии Я не знаю Были ли эти обсуждения На комиссии горячие Мы там не были На этой комиссии Я думаю Что горячих обсуждений Там не было Судя по тому Что нам Юрий Львович Шельминзон рассказывал По итогам голосования Все согласились Один раздержался Один по-моему Был против Или я что-то путаю Вот Так слушатель Дмитрий У нас на связи Алло Добрый день Алло Добрый день Да пожалуйста Говорите Добрый день Прекрасно слышу вас Хотел высказаться По поводу памятника Я вообще против Установки Любых памятников Тем людям Которые Неоднозначны В истории Вот Что Сталин Что Николай II А то что вы говорите Что это памятник Не совсем Как бы Николай II Ведь совсем Недавно установили В Ялте Памятник Так Продолжайте Дмитрий Вы пропали куда-то Алло Дмитрий Что с памятником В Ялте Отключился У нас отключился Дмитрий Ну может еще Набрать 211 Мнение Дмитрия мы поняли Да Ну только про Ялту Не очень понятно Ну Дмитрий Говорит о том Что не надо Устанавливать памятники Которые вызывают Неоднозначные отношения В обществе И персонам Которые опять же Вызывают Неоднозначные отношения В обществе Потому что это Разъединяет людей Да Вот между прочим Сейчас вот установят Памятник Николая Второго Что нам сказали коммунисты Да И сразу же скажут Давайте Сталину Их сравнивать невозможно Конечно На мой взгляд Светлана Ты помнишь Установка памятника Дзержинскому в Кирове Насколько большие Обсуждения Споры В обществе В социальных сетях Взывало Но взяли и поставили Но не на набережной Телефонный звонок у нас Добрый день Добрый Евгений Альбертович Я так понимаю Да Евгений Питунин Историк-кровед Руководитель музея наук ВИАДГО Евгений Альбертович Ну вы Тему знаете О которой мы сейчас говорим Установка памятника Николаю Второму Его семье На набережной Грина Прежде всего Хотелось бы выяснить Ваши отношения Вот Ну и собственно Потом причины Вы за или против Я понимаю Что когда Новостью недели В Пирове Становится То что Заяц пробежал По Октябрьскому проспекту Там еще крысы бегают Новость что Собирается установить Памятник семье Она будет обсасываться Месяц Вот Такое у нас уж время Видимо серое Что Любой может выдвинуть Самое Идиотское предложение И это будет Моим стримом И Главной новостью Такое отношение Имеет Николай Вятки Если он выходил Там где-то На две минуты Когда его везли В Екатеринбург То поставьте памятник Хотя бы Не на набережной А там вот В Новоятске На переезде А если уж здесь Не имется То поставьте Лучше памятник Там Хотя бы Тихону Филипповичу Булучеву И Экову Фимичу Трышкину Нашим пароходчикам Вместе с колесом От парохода Там Дед или Наследник Хотя бы Это будет Красиво И осмысленно Будто бы В Петербурге Не хватило И Маннергейму Которую там Мазали Раст И вот так же Этот памятник Вряд ли он уцеляет При нынешнем отношении И вот я прошел Давайте не будем Призывать людей К вандализму Да Ну я не призываю Я прошел эволюцию Отношения К Николаю Второму Начиная с 80-х Готов Когда Встрелились Подробности Растил Ой-ой-ой Евгений Альбертович Вы где? Вернитесь пожалуйста К телефону Да Я Я у телефона Продолжайте Пожалуйста Вначале Было сострадание Вот конечно И элементарная Жалость Потом когда вскрылось Что стало с Петербургом После нашествия большевиков То совершенно отношение Поменялось Что этому царю Хватило бы там Одной дивизии Верных войск Чтобы всю эту Большевистскую банду Разогнать А сейчас После всех этих Историй С Матильдой Персона Николая Второго Вообще После этих фото Вообще Возвращаясь Стала какой-то Ну если не комической То где-то Около этого Вот И возьмем предложение Ну если не хотят Там хотя бы Что-то поставить Там проходчикам Поставьте хотя бы Ломовой лошади Эти несчастные Лошадки По раздерихинскому Спуску Столетиями Таскали грузы Вот И хотя бы Народ будет сейчас Модно на памятниках Что-то полировать Хотя бы будут Там известную часть тела У этой ломовой лошади Полировать У медной А что на Николае Втором Полировать будут Представьте Евгений Альбертович Картину Конечно Бессмысленных памятников Вот что такое Продавили вот этот Камень на набережной Жертвам репрессий Есть памятник Жертвам На Медренском кладбище Туда люди ходят Поклоняться Здесь вот он просто Валяется Бессмысленно Если хотите Еще что-то Бессмысленное То пожалуйста Можно устанавливать И Николаю Второму И тому угодно Хоть пришельцам Из космоса Евгений Альбертович Я так понимаю Там главная загвоздка В том что на памятник Булычеву Например Нет желающих пожертвовать А на памятник Николаю Второму Нашлись Год не выделят Деньги на это То есть вот Пожалуйста Собирайте людей Готовых Скажем так Установить На памятник Ломовой На памятник Ломовой В самом городе Если бы хотя бы Был город Вятка Тогда бы еще На один процент Было бы уместно Что сделал там Николай Он ни разу не был Он даже Не подозревал Потому что Во-вторых Еще улица Юровская Носит там Имя дочери Цареубийцы И ставить Этот памятник Николаю А в-третьих При таком расколе Общества Я не уверен Что этот памятник У нас В целости И сохранности Он будет здесь Находиться Спасибо Евгений Питунин Историк Краевед Руководитель Музея наук ВятГУ Кстати Я очень за Памятник Ломовой лошади Я тоже За памятник За памятник Нашим Купцам Пароходчикам Это животное Ой прямо Тоже за Это честное слово Столько лет Как делает Как раз Евгений Питунин С Володей Сметанином Программу Сделано в Вятке И с Антоном Касановым Которого мы тоже Сейчас попробуем Так Послушаешь Думаешь Ох У нас тут Было-то Есть чего Есть чего Вспомнить Поставить И чем гордиться 211-101 Номер телефона Прямого эфира 211-101 Еще есть две минуты Выскажите Слушай Ну вот такая история Да Посмотри Неоднозначная Получается И действительно Место Такое Очень центровое Прогулочное место Прогулочное место Проходимое Отношение непонятное У людей И вот такая история Кстати говоря Когда это проводится Через комиссию В Думе И бац И ставят Странно С памятником На Держинском Ведь была точно Такая же история Его во дворе Там где-то поставили Не где-то во дворе А во дворе На одной из центральных Уходится Между прочим Во дворе ФСБ Клуба ветеранов Клуба ветеранов ФСБ Да Ну вот видишь А тут А знаешь где памятник Сталину хотят Восстановить Ну Марина Сергеевна Рассказала Хотят восстановить Возле кинотеатра Октябрь В скверике Не в скверике Там здоровый сквер Но и мы тогда Это возле редакции Кира Фруя Там где работает Николай Голиков Феликс есть Сталин есть Николай Страшно действительно Не только памятника Нашим купцам Нашим землякам Нашим врачам Памятник медсестре Установили в прошлом году Да А мне нравится Мне тоже нравится Очень хорошо Жалко что она безымянная И у меня есть Кстати говоря Прям знакомые люди Которые во время войны В наших госпиталях Работали Таких историй Я помню Я прямо к этому Памятнику испытываю Большие чувства Кстати Мне кажется Что тема Требует продолжения В программе Урбан Обязательно Разберем Какие малоархитектурные формы Есть все учесть В нашем городе И чего нам надо Вот Прямо в эфире Тему нашли Да Одно из следующих программ Анна Лупшина Светлана Занько Не прощаемся Вернемся в начале Следующего часа Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин